Продолжение следует... 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 На свой опыт это сама тоже пережила в своих отношениях с народной партией. И я могу только желать, чтобы это не случилось с партией Задлерса в будущем, чтобы партии, которые в более лучших позициях коалиции, как сейчас это с Вену Атейба, чтобы они просто не использовали эти ситуации довольно эгоистично и в своих личных партийных целях. — Ну а как Вы оцениваете шансы партии реформ Задлерса хотя бы на следующих выборах? Потому что очень часто партию реформ называют политическим трупом среди экспертов, политологов, политиков. — Ну я могу только призвать тот же пример с партии Янас Лайкс, которая тоже пережила все трудности роста, которая очень стремительно вошла в политику, в которой в принципе кроме Рэпши не было почти ни одного широко известного лица сначала. Все эти политики, которых мы сейчас знаем из Вену Атейба, они как бы пришли в политику как довольно незнакомые для аудитории, для электората лица. — И потом эта партия как бы распалась на две части, и были внутренние конфликты, и рейтинг упал, по-моему, даже до 2 или 3%, но все-таки она смогла консолидировать свои ряды. — И как бы из этого опыта сделать выводы, и просто сейчас мы видим, что это совершенно другая политика, другая партия. Поэтому я просто могу сказать, что это тот же время накопления опыта, которое нужно и партии реформ Задлерса. Я просто смотрю, что пройдет какое-то время, и, как говорится, поживем-увидим. Я бы не спешила хоронить нас так быстро. — Госпожа Кукла, еще один такой момент. Вот в некоторых СМИ вас называют серым кардиналом партии реформ Задлерса. Более того, в принципе, люди, которые сейчас сидят в парламенте от партии реформ, ну, я бы не сказала, что многие из них как-то, особенно в последнее время, проявили себя, во всяком случае, в общественной какой-то жизни политической. Ну, кроме там некоторых, понятно, экономистов Вячеслав Домбровский, кто был уже и ранее известен. Да, я не говорю о том, господин Задлерс, но понятно. Но все же большая часть этих людей, она неизвестна. Ну, прославилась так называемая «шестерка Олштейнса», потому что они откололись от партии реформ. Ну, вот расскажите, пожалуйста, как у вас там распорядок сил, раскладка сил в партии реформ, потому что к нам, например, в эфир тоже в основном ходят люди, не состоящие, во всяком случае, в парламенте или представленные в правительстве от партии реформ, которые не состоят в партии. Ну, вы думаете, трех министров, да? Ну да, я их имею в виду, конечно, да. Ну, конечно, насчет конкретных трех министров, двое из них были очень связаны с командой, сейчас экс-президента Задлерса, и работали в этой команде и в канцелярии президента, да, это Роберт Скиллес и Эдгар Сринкевич. Насчет партийной принадлежности, я думаю, это решение, конечно, их личное, но они как бы созревают для этих решений, и министр экономики это говорил публично. Говорится, мы, ну, не настаиваем, но, конечно, мы как бы смотрим в будущем, что они свое решение принят позитивное насчет вступления в партию. Ну, честно говоря, если мы смотрим также и на другие фракции, которые в парламенте, мы знаем, что и в других фракциях не все депутаты широко известны, и не о каждом мы знаем очень много, но есть и такие тихие труженики, например, которых, конечно, с точки зрения пиар, ну, они, может быть, меньше видны в медиах, меньше знакомы, но, в самом деле, их работа очень важна и очень компетентна. Я бы хотела тоже отметить своих коллег из предыдущего места работы, это Занда Камни-Лукашевица, которая возглавляет комиссию по европейским делам, моя коллега Инна Слыбиня-Эгнер, который очень высококвалифицированный юрист, которая зам председателя комиссии, юридической комиссии, и, как бы, каждый день они вносят свою лепту и в эти предложения, которые поступают от фракции, например, тот же самый вопрос гражданства детей-неграждан, да, и Инна, например, работает в комиссии, которая как раз рассматривает сейчас этот законопроект, и также организовывает особенную конференцию, которая в пятницу будет проходить в университете, так что, ну, я думаю, что не всегда, ну, как бы, те, которые виднее, оцениваются как самые главные влиятели на какие-то решения в партии, мы работаем в команде. А можно ли, вы считаете себя серым кардиналом партии реформ? Конечно, не считаю. То есть вы наставите на том, что все решения принимаются действительно сообща в партии реформ? Обязательно, и это, как бы, традиция, которая вообще, ну, как говорится, исходит из наших предыдущего сотрудничества, как я уже говорила, в команде президента, мы всегда работали в команде, и, как бы, дополняют друг друга, потому что у нас у каждого есть свои, как бы, сильные и не очень сильные стороны, и своя, ну, как бы, сфера специфическая, в которой мы, ну, друг друга дополняем, мы, как бы, специализируемся каждый в каком-то сфере деятельности, и поэтому без, ну, такого дополнения и работы в команде это вообще невозможно. А это правда, что именно вы посоветовали господину Заттлерсу распустить СЕИМ? Ну, я уже говорила, что, во-первых, и в команде президента все такие решения принимались сообща, взвешивая все плюсы и минусы, и, как бы, это коллективное взвешивание или результат взвешивания плюсов и минусов одного или другого сценария, который развивался до и после 28 мая прошлого года, это был результат, ну, работы команды, так что я бы так не преувеличивала мое влияние на это решение. Хорошо, если говорить о том самом распуске СЕИМа, который у нас стал, указ номер два стал крылатым выражением, но вот результаты этого распуска СЕИМа, нынешняя ситуация в СЕИМе, расклад сил, уход депутатов из партии реформ Заттлерса, то есть, вот, как вы считаете, этот СЕИМ, этот созыв, он лучше, чем предыдущий? То есть, это того стоило? Это стоило того, что и выдвинул господин Заттлерс, будучи президентом, это достичь такой ситуации, в которой, как бы, или ликвидирована, или в меньшей степени работа парламента или коалиции, или даже правительства, зависит от решения каких-то нескольких людей влиятельных или очень узкой группы интересов. Так что это, как бы, есть позитивный результат этого решения, и мы видим, что очень многие решения, которые несколько лет назад были торпедированы, которые застряли, и в правительстве, и в парламенте, они, наконец, или приняты, или сейчас очень близко к тому, чтобы быть приняты. Это какие, например? Например, открытое голосование, например, декларация, нулевая декларация, которая тоже принята и, в принципе, уже вступила в силу в процессе, как бы, и вопрос референдума в самоуправлении, этот законопроект будет через правительство в скором времени тоже попадет в парламент. Есть некоторые вопросы, которые включены были в программу партии реформ за адресом, в часть политических реформ, тоже самый вопрос гражданства, детей-неграждан, например, который тоже сейчас в распорядке дня в парламенте. — Насколько я понимаю, его как раз-таки и пока не особенно поддерживают партнеры по коалиции? — Мы как бы ведем переговоры насчет этого и просматриваем решения редакции, которые были бы приемлемы также и партнерам коалиции. Так что эта дискуссия будет более, я надеюсь, профессиональная, более с точки зрения законодательного процесса, с точки зрения международного права, и менее политической, особенно в этой ситуации, которая сейчас в Латвии находится перед референдумом. — Но если говорить о принципах партии реформ, ну, одно из приоритетов, один из приоритетов, это было сотрудничество с Центром Согласия, Центр Согласия в коалиции. Теперь, как мы понимаем, во всяком случае, исходя из слов премьера и представителей правительства, нахождение Центра Согласия от коалиции находится настолько далеко, что даже никто из правящих, наверное, сейчас не допускает вообще возможности того, что эта политическая сила когда-либо в ближайшее время попадет туда. Вот что вы можете сказать по этому поводу? — Ну, я могу сказать, что, к сожалению, после всех этих решений и как бы, ну, вступление в эту предвыборную, не предвыборную, а предреферендную кампанию, конечно, отдалило Центр Согласия от реальной работы в правительстве. Я считаю, это была ошибка с точки зрения, ну, это была ошибка, как поступили лидеры Центра Согласия в этом процессе. И, конечно, очень жаль, потому что осенью, наоборот, этот процесс, как бы, ну, приближение позиций в этих очень важных вопросах, в вопросах языка, в вопросах интеграции, в вопросах, например, обучения государственному языку вплоть до детских садов, в вопросах, в вопросах признания факта оккупации, они были очень, ну, эти точки соприскосновения, сближения были очень близки, эта ситуация была очень благоприятна для этого, чтобы такие силы, наконец, нашли общий язык в этих всех спорных вопросах. — Мы сейчас уходим на короткий перерыв новости рекламы, вернемся через несколько минут и начнем принимать ваши звонки. Я вижу, что вы звоните по двум линиям. На Болткоме «Разворот». Сейма все пришли из тех, которые сидели у власти. Почему Заттлерс так допустил это? И почему они сидят вокруг стола, только крутятся? — Спасибо за вопрос. Я только хочу сказать, что госпожа Кукула, она не депутат, она член правления партии «Реформ». Но на вопрос, я думаю, что вы можете ответить. — Ну, то, что создал президент Заттлер своим решением о инициировании процесса распуска парламента, это была возможность, во-первых, оценить действия предыдущего состава парламента, проголосовать за или против распуска, и второе — это возможность переизбрать состав, но это уже решение электората, решение избирателей. И люди очень часто жалуются на то, что как все плохо, какой парламент плохой, но это была возможность как бы создать новый состав парламента, но это в компетенции избирателей, это не в компетенции президента Заттлерса было. Это был как бы тот результат, который мы имеем, это результат голосования избирателей. Так что... — Но вот насчет создания партии «Реформ», кстати, я немножко вернусь к истокам, говорили достаточно часто о том, что с созданием партии «Реформ» произошло дробление электората латышского, и что, в принципе, это не было нужно, потому что была одна большая партия, и, в принципе, у нас шло все к тому, чтобы система партийная была бы как можно более маленькой, чтобы было бы несколько крупных партий, за которые можно было бы голосовать, то есть, например, правая, левая. Ну, как это обычно происходит в крупных европейских государствах. — Ну, к сожалению, у нас электорат еще не сформировался до такой степени, который голосует, который стабильный, большая часть нестабильная, и который как бы голосует по идеологии или по какому-то принципу, там, правой, левой партии. В принципе, очень часто голосуют по эмоциям, также и вступают в партии по эмоциям, то мы можем сказать на своем опыте. И я считаю все-таки, что созданием этой партии мы создали возможность для так называемого латышского электората сделать какой-то альтернативный выбор между, например, партией национальным объединением и единством, потому что была, и все-таки социологические опросы показывают, что была очень большая часть людей, которые, ну, как бы потеряли веру в эти партии, за которые они голосовали до этого, латышские, и были вплоть тоже до того, что были просто готовы голосовать не идя на выборы, если нет альтернативы, или голосовать просто за совершенно другое идеологическое направление, и также часть латышского электората, мы знаем, голосовала также за центр согласия. Вот ситуация с референдумом, который сейчас сложился. Я так понимаю, что у партии реформ такое неоднозначное отношение к этому, то есть единство, во всяком случае, его часть поддержала инициативу ВИСУ Латвии, это БДНЛ, насчет того, что референдум нужно как-то отменить. То есть вот вы, кстати говоря, вы же юрист, как вы оцениваете вообще возможность отмены референдума? Должен ли он состояться уже после всего того, что было собрано подписи, проведена акция и так далее? Я бы разделила этот вопрос на две части. Есть юридические аспекты, и я все-таки воздержусь сейчас комментировать это, потому что Конституционный суд это рассматривает, чтобы не влиять или не делать какие-то такие выводы, которые могут быть оценены как влияние на этот процесс. Но есть такой эмоциональный и внутриполитический аспект, который, конечно, может добавить более высшую степень эскалации между двумя такими мнениями, за и против. Во-первых, это вообще, ну, по сути вопроса второго государственного языка. И также, как бы, те, которые вообще хотят это использовать как знак протеста. Потому что мы знаем, что очень многие люди и публично высказывали мнение, что, конечно, они понимают, что это абсурдное введение второго государственного языка, но это вот, как бы, инструмент привлечения внимания и коалиции, и большей части латвийского общества к этим проблемам, которые скапливались уже несколько лет. И поэтому, как бы, в этом процессе сейчас, ну, так, нажать на тормоза, я боюсь, что это может, как бы, эскалировать эту ситуацию и как-то быть, ну, внести больше негатива, чем всем всё-таки идти на этот референдум и высказать своё мнение насчёт этого вопроса по сути. Просто если Конституционный суд остановит, во всяком случае отложит проведение референдума или вообще его отменит, не получится ли так, что у нас такая однонаправленная демократия? То есть, когда одна группа людей идёт на референдумы и инициирует одни процедуры, это хорошо, а когда есть другая группа населения, в частности, нас меньшинство, которые инициируют какую-то свою процедуру, тогда получается, что это процедура антиконституционная. Знаете, ну, процедуру невозможно, ну, отделить от этих вопросов, по которым эта процедура вообще возникла. Конечно, я могу согласиться и с некоторыми юристами, которые считают, конечно, что есть вопросы в нашей или основные постулаты в нашей Конституции, которые, может быть, неправильно изменять или использовать для привлечения внимания к совершенно, ну, как бы, другим проблемам, да, и, конечно, вопрос национального государства и вопрос государственного языка, он является таковым. Так что, если Конституционный суд так решит, я, конечно, считаю, что важно посмотреть мотивацию и аргументы, которые Конституционный суд тогда принят в основании такого решения. А почему такой референдум вообще возник? Вот что это, вот, самая главная, на ваш взгляд, причина? Почему вообще люди пошли, выразили такую большую поддержку вот этой инициативе? Ведь очень часто, тот же премьер у нас был в гостях, говорил о том, что вот, латышский электорат, он не поддержал инициативу радикалов, ну, радикалов весу Латвии ТБ ДНЛ, да, более радикально настроенного национального объединения насчёт перевода всех русских школ на латышский язык. Вот они не поддержали, а вот русскоязычные, нас меньшинство пошли и поддержали. Почему, как вы думаете, это произошло? Я уже, ну, как бы говорила, что очень многие люди, которые публично говорили насчёт своего отношения к этому референдуму, они говорили, что поддерживают этот референдум не из-за поддержки введения второго государственного языка, а из-за привлечения внимания к этим проблемам, которые, как бы, обострились, я думаю, как раз после процесса формирования этого правительства, как бы, и какая-то обида, и, может быть, и субъективное желание некоторых политиков, как бы, ну, отыграться коалиции или партиям формирования коалиции за то, что центр согласия остался вне коалиции. И, конечно, были политики, которые, ну, я уже говорила, в процессе формирования коалиции пошли на очень большие уступки с точки зрения тех принципов, которые до этого они, как бы, постулировали своему электорату, и чтобы, как говорится, компенсировать это или вернуться обратно, ну, использовали этот вопрос референдума, ну, для такого, как бы, отбеливания своего имиджа в русскоязычном электорате. А как вот так получается, что есть два правящих партнёра по коалиции, и один из которых, он как-то вот вроде бы и понимает то, что действительно некоторые люди пошли и выразили протест таким образом, ну, категорически не хочет об этом говорить в таком ключе, кроме как, в основном, они говорят о том, что это против Конституции, это подрывает устои государства и так далее. А есть второй коалиционный партнёр, то есть партия реформ Заттерса, которая вот это понимает, ну, как бы, вместе с тем тоже пойдёт на референдуме голосовать против этой инициативы. Как так? Ну, потому что это, как бы, референдум, он очень конкретный. Это не референдум о том, как нам дальше жить и какие решения или инструменты нам найти, чтобы эту ситуацию разрешить по сути. Этот референдум с конкретным вопросом. Раз он инициирован таким образом, значит, есть конкретная позиция. И, конечно, ну, я считаю, что сам вопрос с референдумом, он, конечно, абсурден. Ну, в национальном государстве и в той ситуации, в которой мы уже несколько, ну, более 20 лет живём, но партия реформ Заттерса как раз принимает свои решения насчёт референдума и агитации, ну, компания агитации референдума как раз и публично постулировала насчёт того, что государство должно как-то эту проблему решать по сути. И есть нужда и надобность как бы увеличить больший вклад в государство, чтобы, в самом деле, ну, эта интеграция общества и взаимное понимание, оно улучшилось. И я считаю, что как раз инициатива насчёт гражданства детей-неграждан была бы таким очень позитивным жестом, потому что эти дети родились в независимой Латвии 20 лет после, как бы, декларации 4 мая. И это очень важный, может быть, был бы шаг по пути как раз лучшего взаимного понимания. У нас есть звонки по двумлению. Надевайте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Я вот немножко сначала слушаю, может быть, и задавался вопрос. Вопрос такой, а в принципе, как ваша партия относится к русскоязычному избирателю, так? И если, как бы, вы его видите в своих рядах, то вопрос другой. Понимаете, всё-таки латышскоязычный избиратель и русскоязычный, они, как бы, при рекламировании, как бы, себя требуют всё-таки много разного подхода. Это раз, да? И второе, исходя из этого, не планировали ли вы создать, так сказать, русскоязычное отделение своей партии? Спасибо за вопросы. Да, последняя инициатива интересная. Ну, знаете, партия Reform Zadlers как раз была создана для того, чтобы, как бы, с целью не делить избирателя на русскоязычного или латышей, да? И в наших рядах, и в рядах лидеров партии, и в рядах, как бы, первых номеров в списках, которые были кандидатами на выборы, были русские, и Вячеслав Домбровский, и Виктор Макаров. И, конечно, мы видим, что наш избиратель также и русскоязычные избиратели, поэтому у нас была специальная программа, как бы, для, как мы её называем, для лучшего взаимного понимания, как бы, этих двух аудиторий. И поэтому я считаю, что такое отделение, это опять такой неправильный, может быть, сигнал, что мы опять разделяем, ну, шея на русских, мы ни в коем случае не хотели бы такой сигнал давать, и мы считаем, что все, которые люди живут в Латвии, потенциально, ну, они наши избиратели, и в своей программе, ну, мы являемся такой более центристской партией. — Ну, а как вы думаете, понимаете, такая ситуация получилась, то, что, с одной стороны, когда партия реформ Затлерса позвала Центр Согласия в коалицию, я думаю, что часть латышскоязычного электората, безусловно, на это отреагировала достаточно критично. С другой стороны, когда всё-таки Центр Согласия в коалицию не попал, несмотря на все танки и заявления господина Затлерса, то и русскоязычная часть, которая за вас голосовала, она тоже, соответственно, была разочарована. Кто остался в итоге? — Ну, это и есть, если можно сказать, такой риск реформаторов. Это не, как говорится, прогибаться под общественное мнение, а идти впереди, и, может быть, даже несмотря на какой-то риск падения рейтингов и риск осуждения и критики, всё-таки эти прогрессивные идеи продвигать. И реформы, они всегда с этим связаны, что очень много критики, и легче ничего не делать, и как бы плыть по течению. То, что это решение насчёт работы Центра Согласия, или призвания Центра Согласия в коалицию, оно было довольно детально аргументировано, и, конечно, один из этих аргументов или мотиваций было также и очень широкий литерат, который высказал своё позитивное отношение на выборах Центра Согласия, как бы мы должны считаться и с этой частью латвийского общества. То, что коалиция в итоге получилась такая, какая она получилась, всё-таки не наша вина, это объективная реальность, в которой мы, конечно, старались, чтобы в этой коалиции соблюдались интересы большей части избирателей. Мы никогда не говорили, что не надо призвать в коалицию национальные партии, да, это весь Латвия, это БЛНК, мы как бы больше аргументировали, почему Центр Согласия должен работать в коалиции. Давайте принимать ещё звонки. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, милые дамы, Евгения и Виктор. А теперь, уважаемая Сандра Сондра, поговорим без сослагательных наклонений, без воды и общих мест. Конфликт очень серьёзен в коалиции. Никто ничего не забыл, никто никому ничего не простил. Вас действительно развели на неделю по голосованию. Почему это произошло? Все прекрасно знают. Ведь с трибуны крайне возмущённым выступал именно Вячеслав Домбровский, который шёл на выборы с надеждой получить портфель министра экономики, с позициями всем известными, крайне либеральной рыночной экономики. Мы поняли, там несколько вопросов было, ну, точнее даже комментариев. Это по поводу отношений единства и партии реформ. Ну, вот ваш какой-то комментарий. Я, во-первых, пока, чтобы не забыть, хотела сказать, что это неправда, что Вячеслав Домбровский шёл на выборы с надеждой получить портфель министра экономики, потому что он был кандидат на пост министра финансов. Во-вторых, он абсолютно согласен с этой позицией, которая у него... Ему приемлема эта позиция работы в парламенте, потому что он как раз собирается работать, создать такую субкомиссию по налоговой реформе, которая была частью нашей предвыборной программы, наших обещаний. Так как снизить вот этот слог налога на работодателей, на бизнес, и он будет над этим обязательно работать. И это была его как бы главная цель, не портфель, а реальные реформы. Потому что ему как создателю вот этой экономической программы, партии реформ Задлерсов, очень важно, чтобы эта реформа была реализована в жизни, и это невозможно сделать без решения парламента, и без очень серьёзной дискуссии в парламенте, и в налоговой комиссии, и в комиссии по экономике, по экономическим вопросам. То, что насчёт конфликта, так называемый конфликт, или, как я уже говорила, я считаю, что это было недоразумение. Голосование прошлой недели мы уже говорили. С точки зрения вообще атмосферы в коалиции, я думаю, что, ну, если так честно и без воды, как сказал господин, тогда вену от ИБА или единственное, да, они, думаю, очень комфортно себя сейчас чувствуют в этой коалиции, потому что, ну, по сравнению с Союзами Зелёных и Крестьян, и по этому опыту сотрудничества с ними, я думаю, что, единственное, чувствую себя довольно комфортно, потому что партия реформ Заттлерса, ну, более наивна, меньше, как говорится, с притязаниями или конкретными желаниями насчёт каких-то экономических вопросов, структурных фондов и конкретных таких решений финансового плана. И я не думаю, что, ну, как бы, единство сейчас заинтересовано эскалировать или как-то, ну, создавать атмосферу конфликтности или какого-то там, ну, не знаю, очень больших проблем в сотрудничестве внутри коалиции. — Мы ушли так сегодня на протяжении часа в политические темы. Хотелось бы затронуть коротко хотя бы вопрос реформации портов. Как раз-таки была такая мысль о том, что, не мысль точнее, а информация о том, что якобы партия реформ вытесняет представителей Союза Зелёных и Крестьян из портов всяческих. И вообще, почему партия реформ решила этим вопросом заняться, и почему этим решили заняться вы? — Ну, насчёт меня лично, потому что я работаю в такой рабочей группе внутри партии, которая как раз рассматривает этот вопрос, и я в своей предыдущей работе в качестве советника по законодательству несколько раз вела процесс в это, или возвращение законов в парламент как раз по этим вопросам. Так что, ну, как бы, у меня есть понятие, информация и опыт в этих вопросах, как бы, по насчёт деятельности наших портов в таком глобальном плане. И почему порты? Потому что они, конечно, являются, ну, очень важными объектами, не только экономическими, но и объектами международного сотрудничества, больших транзитных проектов и объектами национальной безопасности. И, конечно, в последние месяцы просто к этому вопросу было привлечено наше внимание, потому что несколько инвесторов, предпринимателей из этой сферы обратились и к нашим министрам и председателю комиссии в парламенте Вячеславу Домбровскому с просьбой рассмотреть вот эти проблемы работы портов и в законодательном даже уровне разрешить эти проблемы таким образом, чтобы наши порты были более конкурентоспособны, более открыты инвестициям и экономической деятельности коммерсантов. То есть, может быть, коротко, какие эти основные проблемы? Ну, то есть, не то, что они закрыты, там, не менее конкурентоспособны, а какие-то более конкретные вещи? Ну, знаете, конкуренция, в самом деле, в Балтийском море очень высокая, там более, ну, примерно 13 портов, и наши самые, как говорится, острые конкуренты – это как раз наши соседи, и по транзитным глобальным проектам, и как раз по транзиту в Афганистан, и потому что там, как бы, политика даже на очень высоком уровне дает зеленый свет вот этим всем большим транзитным проектам, которые, конечно, вносят лепту в экономику страны. То, что говорят предприниматели, которые работают в портах больших наших, они указывают, и инвесторы, это и инвесторы, и американская палата предпринимателей в Латвии, они указывают на то, что у нас порты в таком дуальном статусе. С одной стороны, они, как бы, оперируют, вот, портовые деятельности, они контролируют коммерсанты, заключают, деятельность коммерсантов, дают лицензии, заключают договора, а с другой стороны, они сами занимаются коммерческой деятельностью. И это, конечно, дает такой, ну, повод или такую ситуацию создает, когда они конкурентные возможности коммерсантов и коммерсантов, которые созданы, коммерческие структуры портов, они не одинаковые, в общем, условия конкуренции, да, неравноправные. Дальше, конечно, это, как бы, вопрос контроля над деятельностью портовых институций, как советы, потому что есть коммерсанты, которые считают, что они не функционируют и не координированы действия представителей министерств, представителей государств в этих структурах, как бы, каждый решает по-своему. В-третьих, это критерии и открытость работы этих советов, как бы, критерии, по которым заключаются договора с коммерсантами, с инвесторами. Они неясны, неоткрыты, и в разных ситуациях совершенно разные условия для этого неясны, как бы, это основание одного или другого решения. Ну, и, конечно, как бы, эффективность работы портов. Конечно, латвийские порты, они географически очень в хорошем положении, и объективно есть транзит, который в любом случае идет через порты, но улучшая вот эффективность принятия решений, открытость критериев и равноправные условия конкуренции в портов, если мы все это можем улучшить, тогда мы, конечно, можем и увеличить транзитные грузы, поток транзита через Латвию. Нам, к сожалению, пора заканчивать. Действительно, будем надеяться, что поток транзитных грузов увеличится. В гостях у нас сегодня была член правления партии реформ Заттлерса Сандра Сондры-Кукол. Разворот сегодня провела Елена Бековича, помогала нам звукорежиссер Евгений Копейн. Ну а мы с вами прощаемся, до свидания.